первое что обратил внимание когда отдалил карту каким-то невероятным образом у нас уже собралось царство панонская да с причем домики хорошего дома богемцы и я не это место сделали теперь языческим неплохо неплохо я сказал бы даже очень хорошо аварцев постепенно значит оттуда начнут усилять для меня разумеется это новая компания конечно по захвату биларда чтобы после основания кроны мы имели возможность наконец-то реформировать язычество так что у нас в общей глобальной картине религии испания начинает потихоньку быстренько какой интересный символ для этого места симпатизирует мусульманин симпатизирующий евреям это может иметь да непредсказуемые последствия визготы и католики держат это место хотя он не католик и не визгот это бедуин сидит здесь странно что я здесь упускаю да мусультанат видимо они пытаются языке немного это переформировать но к сожалению с успехом дальше культуру ну здесь особо без изменений единственного варцы начали подвергаться гонениям и ломбарды все-таки сильно вытесняют итальянцев италиков как они раньше назывались революции только занято веселое местечко да не даром карлинги записались в историю тот один настя вот это я понимаю есть чему поучиться не любит меня пацан ничего сейчас будем создавать новые титулы они уже посильнее успокоиться так ну и как обычно все значит что нам первое сделать надо перейти как мы запустим время титула значит моя главная задача это стать у меня два основных титула это будет скорее всего самые ближе лежащие регионы идут до того как хан ханум добраво это уже теперь не княгиня а ханума отправиться к своим предкам надо этот вопрос быстренько решить начнем наверное с самого дальнего здесь у меня три разных вассала это хорошо значит да когда я дам основного княжества у него не будет важного защиты слишком быстро отколоться хотя это вопрос времени тем более все равно я особо серьезные взгляды на эту территорию не держу по крайней мере здесь я выберу себе князя который не так сильно мне ненавидит по крайней мере уж точно не этот серьезный клайм на все практически да его надо оставить под шконкой а кстати какие разговоры еще по списку быстренько проверить если мне еще есть какие-то нежелающие все язычники хорошо на забыл надо было культуру еще переключить и сразу вот пожалуйста нарисовались я уже вижу сразу стоп а этого не могу отобрать да жалко ладно я рассчитывал у него подрезать и отдать своим родственникам кстати можно было быстро сыновьям отдать и отправить их на север пусть не тут развиваются почему нет пустим отростки династии свои скорее сюда адам никите он у нас амбициозный храбрый у него хорошее тут пчеловодство себя насадил так что я думаю как потенциальный отросток получится очень даже весьма неплохой для себя я хотел ставить младшего сына не этого кажется вот этого что проголосовали не вижу за другого за старшего моего старшего мы тогда отправим на север пусть и отдадим ему титул пусть он там и разбирается от этих двух вассалов под себя заберет и ситуация будет попроще ну что ж тебе повезло начинай работать самостоятельно интересно почему любовь галичина а самби я не могу отдать странно хотя этот сын получает видимо это ограничение накладывается за счет того что он наследник ну хорошо тогда среднему сыну это пойдет без проблем так тогда те самби но с такими характеристиками боюсь он долго не протянет красавец этот красивый жаробаса трусливый еще к тому же ладно я надеюсь по крайней мере может его сын займет место если он посильнее окажется и сможет удержать это титул так забирай также просим все имеешь команда прав дальше с фитивском у нас ситуация обстоит гораздо сложнее да мне сначала надо бы с этим наверное зараза разобраться отобрать у них все эти титулы вообще выслать ксидрягович это мой сосед отсюда здесь раньше их не племя жила хорошая хорошая семья да по каким-то теперь причинам не сюда приехали но не суть к моему сизири нужен донки неплохо количество подписались 70 80 91 да посмотрим если можем коза подкупить ты смотри это наверное самая его крупная ошибка которую мог себе представить она конечно ему более менее доверяет но представляешь свою наложницу сделать главным мастером главой шпионов разведки у него начнутся критические дни она ему такое понаделывает там что это ужас я просто в шоке давай пошлим подарок нами еще дополнительно 12 процентов я думаю это как раз хватит чтобы немного качнуть трубу в сторонку мне еще надо сдать три княжества чтобы вассал успокоились чернигов остается подо мной поскольку это мои близкие земли я опять же я о чем я говорю все равно надо вассалом раздавать все до каждого региона сложная ситуация если мы конечно не из-за я думаю думаю но все таки да очень сильный риск успеть реформировать с язычество до того как доброва покинет нас рискованно потому что тогда вот что мы имеем витебск-смоленск чернигов уходит брать славу туров уходит владиславу и также остальные чернигов прислав хортица уходят также брать славу с таким расколом и сразу при смене правительства он может спокойно ну объявить независимости отойти все приехали я потом буду замахать его обратно затаскивать но если успеет до смерти добра вы реформировать сделать реформацию то шансы весьма велики что мне остается раз-два-три младшая польша может быть здесь также святое место давай попробуем по крайней мере если она заболеет сляжет что-то в этом духе тогда сразу раскидываем все титулы попытаться по крайней мере надо было бы очень весьма эффективно первое значит это самое сложное этапа но не эти ребята вылезли в мою молдову поэтому сразу это до посылаем канцлера чтобы он сфабриковал нам нужен клайм и чем быстрее тем лучше у него буквально тысячи человек но подождем к глянем во что этого лица смоленск можно отдавать весьма легко это практически бесполезный титул для меня поскольку два региона находится у моего сезрена и один регион у этого молодого человека да тут абсолютно даже думать не о чем даже если сезон заберет титул я абсолютно ничего не теряю а он заберет его скорее всего потому что у него два региона здесь я лично избавляюсь от ненужного штрафа так теряется витебс витебс это весьма темная лошадка поскольку и вон как минимум два региона относятся вассалу который у меня совсем не любит этот же нормально да лучше видите сумму отдадим по крайней работу пока мне более лояльный он задавит этого вассала чтобы он не поднимал слишком сильно бучу ну вот где подводный камень посмотри к нему будет относиться 6 регионов сделает этого весьма весьма сильным и влиятельным относительно меня по крайней мере в революцию он сможет поднять здесь пресса подожидать все таки кинус еще варианты есть чернигов да чернигов знаешь что вассалы перебьются пусть они бухтят торопиться я пока не буду сколько мне недовольных 3 3 это хочет чернигов этот сам по себе просто нервный но и опущены конечно да хорошо ладно единственное конечно я теряю очень много войск поскольку вассал в таком негативном контексте войска посылать мне не будет хотя у меня две с половиной тысячи своих личных ладно проехали это конечно невероятно пануне конечно очень сильно всосала таком небольшого княжества это типа местных чеченцев живут в горах такие города и независимые и на костыляли как следует 96 процентов обалдеть кристалюб у нас смотри нарисовал новую фракцию причем взрывил да вообще это этот мир очень довольно сложное место наше хазар любящий христиану при этом несущий щит давида как символ свой ладно что он хочет свернуть хана и я понимаю естественно его место до симпатизирует христиан если мы все-таки доконаем наш заговор и убьем его на его место придет этот пацанчик ему 9 лет и пока он созреет какая симпатичная пока он созреет это еще пройдет время ладно подписываться не будем рано еще видишь пока еще никто не нарисовался ладно 171 нифига себе неужели это она его до конкубина видишь вот как раз это про то что я говорил и мне интересуется нет она просто наложницы это не мастер шпионов но и суть уже 19-летняя девочка видимо не просил ему а на венгрика окей то есть она просто хочет это кровная месть за то что из-за изнасилования за то что он ее взял наложницей окей вот так вот женщин надо бояться но не смысле что а именно из-под тяжка никогда нельзя доверять никогда этот парень урока своего не усвоил понимаю ерунды этой как он умудрился а стопах до коронка корона тоже другого это другая династия то есть он проиграл и он вот этот вот регион захватил всю всю панонию обалдеть но я думаю они сейчас начнут кататься сильно да сейчас будем освобождать кебабы так джена у нас уже стал правильным мальчиком и я уже сижу и смотрю когда мне накопится достаточно войск но полностью весь резерв чтобы я мог наконец-то попрощаться с моим дорогим другом диза вот эта сказка 150 престижа 36 золотых из 56 почему вообще очень сильно возмутиться на 10 лет причем а она это потому что да это он как бы местный да это его билард типа когда как вы посмели но так вот посмели вы сами сюда начали влезли это не ваши земли хорошо значит тогда этот урод пусть немного подождет все таки мне главное сейчас тогда билар взять но но единственная проблема а нет они пока еще завязаны в какой-то войне здесь маленькое королевство вот и хорошо самое время ну давай посмотрим что у нас из этого получится да еще сделал глупость надо было сначала сюда посмотреть там силу ванил суре муравьи блин да начал призывать молодец так что то нам не опасен у нее особо людей то нету это уже интересней спай мастер он еще и командир к тому же а где же это наложница его все и он уже снялся что ли вот что значит не того человека поставить на поздно ну давай посмотрим так здесь не заключили мир ай-яй-яй это плохо он узнал он узнал о том что я пытался на него покушать покушаться блин так и у них началась революция здесь да ну-ка и отлично хазарин револт другой клан какой-то нас это пока не волнует блин надо было все таки сначала сам прибить просто заговором наследника нету мне бы все земли эти отошли сразу я смог бы спокойно и бескровно распределить как следует но не судьба хорошо если мы успеем этого нашего моего другого хана замочить раньше времени тогда на него переключусь еще один призвался 600 блин вот за счет союзов да он выезжает конечно удачно психопат чертов весьма упорно идут останавливаться не собираются ладно по крайней мере если основное их не войско сейчас нападет мы тогда подержим резервами и половину армии уже вынесем не они дурак пошел обратно тысячи нет смотри идет зараза 1700 хорошо мне это только на руку и как раз 600 вон догоняют превосходно давай попробуем а подмога все-таки успеет маленький шалун хотел убежать нет верните его обратно так что здесь сам да король тоже вернулся в бой в аангарде все дела красавец и они ведут пока собаки две тысячи с половиной блин ну давай продави я не верю своим глазам вынесли меня на защите перезашли через реку ты сути что ли еще полторы часа а это набег мне все равно от этого никак не легче какого хрена блин ну нифига себе за счет чего знаете это полная ерунда я вам скажу санэлло умер коматозником выиграл ой блин ахаха вот это победа вот это мне свезло вот это мне свезло конечно какой ценой дочка у меня вдовой осталась теперь ладно но он погиб в бою так по голове стукнули что но не самое главное мы захватили короля сумасшедшего причем раненого все все очень-очень серьезно отлично это означает что я могу диктовать теперь самое главное мне надо успеть чтобы выкатить свои условия до того как он умрет в тюрьме иначе это будет полная фиаско ладно есть победа фух это было очень-очень-очень близко все ты принимаешь мои условия у тебя абсолютно нет выбора отлично и мы можем узурпировать также дучи в молдау которая принадлежит цулу принцу цулу некая независимая кстати странно он живет здесь но при этом он является вассалом византии как это так давай возьмем для дочкиного мужа это вроде по нормальной конечно по престижу не ахте но ладно да царю конечно молодому не повезло только еще 30 не стула но все он уже калека но я надеюсь это только спасет кто у него наследник этот да ну нормально я думаю хороший дипломат шанс есть ну окей мы это сделали распускаем войска раненых пособирали оказывается тех кто разбежались из боя и так далее все таки не очень сильные потери были слава богам этого пока мы урода оставим в покое пусть он грабит здесь мне к сожалению если не хочу эти мои потрепанные войска еще бросать на их не конницу это будет гораздо более чревато вот эти моменты я обожаю делать просто обожаю так валять сюда и ты это что у нас города и ты тоже валять сюда это пойдет моим детям баронство я понимаю что расстроен о как так он сам взял и умер повезло он понял мой намек и боги услышали мои молитвы он просто заболел и умер все значит мы избавились от очень высокой потенциальной конкуренции и эти титулы мои шикарно шикарно так дай ко мне минуту с этим безобразием разобраться еще один странный момент все завалы просто выехали никто не хочет теперь с ним связываться с моим сезерином это меня напрягает это меня весьма весьма напрягает почему выиграл войну какую-то что ли да поэтому видимо подписали белый мир и теперь да также наверное один из вариантов где просто мой заговор раскрылся а я а теперь мне придется иметь дело с последствиями а это плохо это плохо да да это был неправильный ход с моей стороны пошли мы обратно моего канцлера пусть он ему сыт в уши до посинения иначе для меня это очень плохо кончится как я же раньше не заметил бересты оказывается бузеру еще принадлежат то есть еще один регион который могу спокойно дать титул полный без каких-либо последствий себя поскольку вассал от этого сильнее не станет да печально ладно дело времени конечно потом уже разберемся со временем самое главное у меня уже будет на этот дюре ладно не будем загадать в природу надо сначала независимость объявить потом уже думать любопытно а город моему старшему наследнику отдать можем в таком случае он автоматом вылетает из престола наследия если не ошибаюсь в принципе это была наша главная задача республика любопытно не думаю что конечно при смене престола наследия у нас поднимется республика но все равно я честно говоря ожидал что из наследия он вылетит так новый клан нас это не волнует ситуация здесь не меняется а вот теперь сменилось все отлично так и кто у нас еще остается никита да ну да мой главный сын то есть к нему отойдет целая куча чернигов пересаев хортица остальные все регионы слишком много ладно и кто у нас и дочка а дочке мы даем вот это самая как бы серьезная самая ответственная работа у моей династии династии яблонских это именно служба богам и по возможности конечно все храмы должны управляться яблонскими поэтому наконец то мы можем заняться этим первая возможность у себя отлично так раз два и теперь следующее значит аркона аркона точнее аркону захватили викинги принадлежит он королю саксонии нифига себе блин он бить конечно будет проблематично у этого гаврика да какие варианты у нас еще остаются тогда поляки мы можем временно взять у поляков этот регион и чтобы мы могли просто официально реформировать религию все двигаться дальше так для этого нам требуется три региона два мы уже имеем значит аркона либо тарквин либо в данном случае это будет пушка и 50 морального авторитета аркона мне придется это по любому подожди секунду а только десять процентов у меня уходит на то что я являюсь вассалом и официально это это над этими регионами стоит и грянская религия ладно тогда что поднять авторитет по рыбому даже наркона выбивать боюсь что это дело откладывается пока еще на необозримое будущее ну нашел также неплохого а зараза к сожалению пройдет так давай еще пока наживая наверно сделаем еще одну мерзопакостную вещь отберем лепил вот этого вассала чтоб у него не было два региона все прямо ломанулись ты посмотри на это ну я понимаю это свое родит как говорится тянут на собственный уровень не хотят чтобы другие вассалы воровались это будет также прямая груза им ну в общем тем не менее сыграли под мою дудку так давай сначала нас соберем войска женька молодой республиканец любви гулять ну гулять на здоровье что жалко что ли похотливый пацан представляю как он достанет там служаночек молодых девочек Ну, и не только молодых, наверное А, ты захотел на улицу? Ради бога Все, муженек мой Умер Смертью храбрых Ну, из-за войны, да То, что у него очень сильное ранение было Все-таки доконало его Ну, что же Земля тебе пухом, родной Ты мне реально помог Не в плане детей, конечно Но, тем не менее Как слуга тоже был полезен Я думал, выходить замуж уже немножко поздновато Чего? Семилетний пацан? А, ну это не будет Нематрин Лейнл Марич Хотя я не думаю, что кто-то женится Точнее, в смысле, дети будут Семилетнего пацана Хотя, черт Чем черт не шутит? Я думаю, мне есть смысл взять лучше Какого-нибудь муженька Такого пожилого Который Просто помог бы мне Был бы эффективен Он 20, смотри Очень даже неплохо Язычник Бесер Шаман Банджи Луки Очень даже неплохо 43 года Я думаю, да, нормально Для меня он, конечно, молодой Еще такой пацанчик Для такой опытной И серьезной дамы Я думаю, он Да, ну, блин 200 престижа Это болезненно Получше никого нету Ладно, 200 престижа По сравнению с эффективностью Королевством И бонусом Которого у меня практически нету Это важно Ну и вообще Компаньон 28 И вернулся на 10 Хорошо Так, тогда мы сейчас Липпель отберем Заберем Оставим себе его Даже не 1 А 2 Потому что Наверняка Восстание мне сделает Давай посмотрим Ну так вот Видишь Нельзя было ему доверяться Я сразу сказал 300 А зачем Блин Я, наверное, самый бесполезный Воссал за всю историю Хазарии Ни разу я Не поднял войска И не пошел помогать Своему Сизерину Вечно Просто занимался Какими-то Своими Личными вещами Не знаю Даже если толком Налоги платил Ну вот и хорошо Чутка еще престижа Забрали И поскольку Ты также у нас Предатель То мы имеем Спокойно Легальную возможность Отобрать тебя И остальное Жалко Династия Дрега Еще мне весьма Нравилась Да Я понимаю Что очень расстроен Все Единственное Ты со своими Клаймами Можешь теперь Только Рассказывать Всяким Портовым Шлюхам О том Каком ты был Великим Князем Чтобы немного Они тебе сделали Скидку На свои услуги Попробуем Еще раз Добить Потому что А 100 Подожди Секунду Минус 100 Может у меня Все-таки Немного Есть Шанс Если мы Допустим Пошлем 70 Но опять же С этим вещами Не шутят А Минус Вот Ебаран Ладно Пусть Канцлер Немного Компенсирует Неплохо С новыми Провинциями Уже 3200 Такими Темпами Мы Можем Спокойно Потоп Потоп На Саксонию Пока Он завязан Здесь В драке Пеппин На Ломбардии История Да Дает свои 1200 Да Можно попробовать Так А у нас есть Какие-то Нет Только Триберд Сделал Не кисло Ладно Поворачивай Глобли Посмотри Какая Замечательная У нас Новость К сожалению Этот Собак Умер Самостоятельной Смертью А Не Не Самостоятельно Ему Помогли Видимо Вот этот Красавец И Цак Ну Хорошо Тем не менее Ситуация Не меняется Все равно Магьярам Будет Сейчас Очень больно И обидно За прожитые Годы Либерация Крыма Ну Ладно Это Хоть так Все-таки Рейды Его Хорошего Не Привели Вас Совсем Не В общем Один Азиатский Философ Типа Мол Если Ты Достаточно Долго Просидишь На берегу Реки Хороший Наследник Родился Все-таки Да Я Правильно Сделал Что Поставил Ставку На Младшего Если Ты Достаточно Долго Просидишь На берегу Реки То Сможешь Увидеть Как По ней Проплывет Тело Твоего Врага Вот так Вот В данном Случа Он Довыпендрился С рейдами Пока Хазары Не разбили Полторы тысячные Войска А я Уже Подошел Здесь так Мимо Между прочим И Залиберировал Крым Ну По крайней мере Я только начал Либерацию Крыма Мне еще Предстоит Долго Много Работы Но Тем не менее Я не сомневаюсь Что мы Справимся Да Смотри На удивление Долго Какие-то Быстро Опять Приходится Расплачивать С престижем Но Надо Торопиться Пока Добра Жива Надо 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 Странно Никакие Новые Амбиции Не нарисуются Вот И Все Вот Она Пришла Карма 200 Престижа Неплохо Такая Либерация Мне весьма Нравится Что Только номинальный Титул Остался Интересно Где он живет Сейчас Канум А Это Жена Нет Лидинг Труппс Киев Что Лидинг Труппс Киев Я правильно Это прочитал Или мне кажется Сюзерена Нет У него То есть По идее Как бы Я И он Оказывается У нас Еще Славянский Язычник Бродяга Симпатизирующий Исламу Странная Ерунда Какая-то А нет Все Он в Теодосии Там В общем Он убежал После Так как я его Разгромил Хорошо Ой Наконец-то Мой Канцлер Начинает Работать Так Дисандрабл Сингив 60 Уже Сотку Мы почти Скосили Еще Придется Поработать Несколько Лет Чтобы Хоть Как-то Уменьшить Хотя бы Меньше 100 Сделать Потому что Это очень Меня напрягает Момент Очень Такой Подводный Камень Который Может Мне Все Перекосить Так Возвращаемся К Саксонии Они Завязаны В серьезном Конфликте И у них Осталось Тысяча Копий У меня же Давай Поднимем Потому что Я не сомневаюсь У меня Будет Еще Наверняка У нее Союзники Поднимутся Восстановим Силы И Прям Туда Быстренько Хотя Это Слишком Важно Чтобы Заниматься Такой Ерундой Две Тысячи С половиной Если Мы Захватываем Мы Получаем Плюс Десять Здесь Но Все равно Нам Не хватает По Эти Почти Есть Нужно Семьсот Пятьдесят Плюс Десять Сорок И Второй Шаг Это Остается Только Независимость Чтобы Поднять Еще На Два Раза По Плюс Пять И Независимые Регилезные Места Эти Семь С Половиной Нет Это Не Прокатит Хазаре Еще Пока Долгое Время Будет Оставаться Я чувствую Моим Владыкой Поэтому Да Его Надо Мочить Как Можно Скорее Ну Я имею По крайней Не то Что Ну Во всяком Случа Расшатать Опять Поднялись Напротив Семи С половиной Тысячи Ну Я Никак Никак Не Вытянул Плюс Плюс Союзники Что У нас В плане Так Скинуть Но Опять Я не Собираюсь Тратить Отношения Все дела Только Чтобы Поменять Шило На Мыло Это Тоже Остается До Лучших Времен Так Это Что За Красавица Белгород Интриговья Треберария То есть Вот это Все У него Три Региона Ладно Это Будут Следующие Списки И Пока Сюда Рано Смотреть Насчет Либерации Так Литва Поляки Подымется Ли У меня Авторитет Если Не Я думаю Роли Не Играет Надо Будет Подумать Ситуация Моего Сизерина Все Таки Это Процесс Который Я На данный Момент Контролировать Не могу Либо Если Контролирую То В Минимальном Образе Разве Что Попытаться Убить Это Первый Факт Это Самый Как бы Один Из Решающих Факторов Процесс В плане Арконы Ко мне Он Не Контролируемый То есть Я сейчас Могу Выдвинуть Свои войска И захватить По крайней мере Я смогу Подготовиться Как было С Беларадом Чтобы иметь Это Место Под своим Контролем И Кто Чем Не шутит Может Что-то С Хазари Потом Может Произойти Дальше До того Как До Браво Откинет Копыто Ладно В общем Хватит Мучить Старую Женщину Ей Надо Пойти Поспать Отдохнуть После Такой Тяжелой Работы С Интригами И Захватами И прочими Делами А на На Следую Утро Надо Будет Собрать Всех Своих Князей И Обсудить Дальнейшую Стратегию Которая Будет Заключаться В Походе На Аркону И Что Сделать С моим Сюзерином С Хазарами Ну И Более Такие Менее Приоритетные Планы Как Дальнейшая Экспансия Либо На Юг Либо На Запад Либо На Всток До Следующей